Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Изекииля, обратимся сейчас к 43 главе. В 43 главе происходит нечто чрезвычайно важное для всей книги Изекииля в целом. Предыдущие главы содержали очень подробное детальное описание будущего храма, который будет когда-то восстановлен, когда Бог простит Израиля, когда возвратит плен народа своего. Вот Изекииль описал это будущее великое святилище, грандиозное и в то же время пока, так сказать, остающегося пустым. В самом начале книги, если вы помните, разговор идет о том, что Изекииль увидел, как слава Божья уходит из Иерусалимского храма. Это было шокирующим видением, потому что до этого все были, в общем, уверены, что слава Божья никуда не денется, никогда не покинет, мы, как бы, с нами Бог, да, там такого рода лозунги в любом народе есть, мы вот такие, с нами Бог, так будет всегда, и никакие, так сказать, Бог милосердный, все прочее, никакие наши праведности не отротят его от нас, нет народа, который не вляпался бы в это, в тот или иной момент своей истории. И вот Изекиилю Бог показывает, что слава Божья уходит из Иерусалимского храма и уходит из этого народа, и теперь Бог далеко, и теперь завета, который связывал Бог и избранный народ, не существует. Все, слава Божья ушла, то есть фактически момент, когда завет закончен и забыт. И вот здесь, в 43 главе, Изекиилю видит, как слава Божья возвращается с востока. Слава Бога Израилева шла от востока, и голос его, как шум, вот многих видение было точно такое, какое я видел, когда, какие я видел у реки Хавара. То есть Изекиилю именно говорит, вот как ушла слава Божья, и больше нет присутствия. А, собственно говоря, слава Божья – сияющее присутствие, непостижимое, необъяснимое сияние присутствия самого Бога, когда невозможно этого объяснить, Бог абсолютно иной, небеса подножия ног его. Но когда он присутствует, вот все начинает светиться и сиять. Вот какое-то такое проявление удивительного присутствия Божьего было отнятого Израиля. Изекиилю говорит, и точно там же, слава Божья, вернулась и вошла в храм путем ворот, обращенных к востоку. И тогда дух поднял Изекиилю и ввел его во внутренний двор, и вот слава Господня наполнила весь храм. Собственно, для человека XX-XXI века содержательно можно было бы на этом главу и закончить, потому что это самое главное, что здесь открывается Изекиилю и его читателям о Боге. Слава Божья возвращается так же, как покинула. Но, тем не менее, дальше, вот в 43 главе еще много достаточно текста. В частности, Господь обращается к Изекиилю и говорит, «Сын человеческий – это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». Ну, конечно же, подножие ног – место престола и место стопам ног моих, потому что Бог столь грандиозен, что никакое место пребывания не может вместить его. Это важная, если хотите, теологическая идея для Изекииля и для его читателя тоже. Теперь, дальше, Господь говорит, «Я буду жить среди сынов Израилевых». Присутствие не вообще в конкретном месте, не в месте, вероятно, дела. Можно было бы, наверное, технически, если бы это было возможно, организовать, так сказать, это место присутствия где-то в Антарктиде или в Тихом океане. Неважно, среди сынов Израилевых Бог, живущий среди слабословия Израиля – это тоже весьма и весьма для Библии важная концепция. Среди сынов Израилевых я буду жить вовеки. Дом Израиля не будет больше осквернять святого имени моего. А удивительным образом это вовсе не такие, знаете ли, утешительные слова во вкусе. Ну, все, все хорошо, все не будет. Кто старое, помянет тому глаз вон, прочее, прочее. Вот теперь все хорошо, хэппи-энд. Ничего подобного. Бог здесь и на последующих страницах неоднократно вспоминает и говорит, что дом Израилев осквернял святое имя Господа Бога. Этот факт невозможно забыть. Просто отменить и сделать вид, что этого не было. И что мы теперь этого не помним. Нет, нет, это не будет правдой. Однако ж, тем не менее, слава Божья прибывает посреди дома Израилева. И спасение в том-то и заключается, что дом Израилев больше не будет осквернять святого имени Божьего. Не будет больше делать всякие мерзости, какие они делали, за которые я погубил их во гневе моем. И, соответственно, ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме всем, чтобы они устыдились беззакония своих и сняли с него меру. Ну, собственно, меру-то Иезекииль снимает. Но обратите внимание, вот, оказывается, для чего весь этот рассказ дается о храме с цифрами, с локтями, длинами, шириной. Оказывается, читателю следовало бы представить себе грандиозность этого сооружения, место присутствия Бога, грандиозность того культа, который там совершается, жертвоприношения, о которых еще речь впереди, и устыдиться беззаконий своих. Что же мы вытворяли и натворили, что осквернили, вот, столь великую святыню? Вот примерно такого отклика ожидает здесь автор. И дальше в несколько странной для читателя форме, но все-таки он говорит о великом благоговении по отношению к этой святыне. Святыня посреди нас – это причина стыдиться беззаконий и с трепетом беречь ее. Вот что, собственно, такое благоговение. Вот закон храма, на вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. Ну, там вроде бы выделено храм, святое, святое святых внутри, а не все пространство. Нет, здесь говорится о том, что вот все покрытое славой Бога, все вот это вот пребывание Божье есть святое святых. И благоговение и трепет подобают всякому месту Божьего присутствия и самому факту того, что Бог присутствует среди людей. И вот это вот пространство святыни, оно на самом деле начинается во святое святых, но далеко ей не заканчивается. Ну и, наконец, во второй половине главы говорится о жертвеннике и жертвоприношениях, которые должны будут совершаться в Иерусалимском храме. И снова описано это столь подробно, что невольно усомнишься и подумаешь, то ли это было вписано через столетия, когда храм был восстановлен, и задним числом, так сказать, его уставы попытались инкорпорировать в древнее пророчество, то ли это цитата из более ранних уставов богослужебных, хотя на самом деле все, что до нас дошло, это максимум на несколько десятилетий раньше того текста, который мы в 43 главе читаем. Важно, наверное, что здесь предписывается, прежде чем проводить жертвоприношение, совершить длительное, многодневное очищение того, что будет приготовлено. То есть, Иезекииль понимает, что храм побудет строить люди, он построится в течение некоторого времени. И нельзя просто так перерезать ленточку, открыть ключиком и возобновить богослужения, которые были до того, до разрушения храма. Нет. Вот это вот подробный рассказ о сроках очищения, о том, что нужно сделать, чтобы на жертвеннике можно было приносить жертву всесожжения и благодарственной жертве. Этот рассказ действительно важен, и именно он, собственно, и завершает 43 главу. Продолжение следует...